Я бы сказал, что Россия не наполёт на Украину. У нас по этому поводу были многократные заводочные споры и с господином Марионовым, и с многими другими российскими либералами, которые кричали, что это будет в сентябре, а потом, что наверняка, в октябре. Сейчас я не знаю, какие сроки ставят. Но это, в общем, выглядит, на мой взгляд, довольно смешно, эта разница. Друзья, добро пожаловать. Вы смотрите и слушаете Рашкин. Репорт у микрофона Юрий Рашкин. И я очень рад, потому что сегодня мы посмотрим вглубь, с высоты и, возможно, даже в деталях, на экономические проблемы, а, возможно, и отсутствие таковых. Ну, наверное, у всех есть проблемы. Будем разбираться. Поговорим о России и о всём остальном. Владислав Наземцев, экономист. Добро пожаловать обратно снова в эфир. Добро пожаловать. Очень рад. Очень рад. Знаете, я тут, как бы, мне хотелось с вами поговорить, потому что, мне кажется, ситуация не такая, какой её, возможно, описывают. Потому что со стороны всем тем, кто хочется, чтобы ситуация в России двигалась в каком-то западном демократическом направлении, хотелось бы, в каком-то смысле, чтобы для этого упали цены на энергоносители, и после этого власть как бы подумала, что если нет демократии, ну, хоть что-то нужно делать, как бы иначе, вот, такое давление в смысле энергоносителей. Но вместо этого мы видим, что цены поднимаются. Вот. И мне хотелось бы понять, насколько это, во-первых, говорит о долгосрочности этого режима, ну, так сказать, стиле правления, скажем так, вот, и потом, так сказать, и услышать ваше мнение по этому, а потом пойдём дальше. Ну, смотрите, я, честно говоря, вообще никогда не был сторонником того, что этот режим может рухнуть от низких цен на нефть. Во-первых, у него есть довольно большой запас прочности. Чисто финансово на сегодняшний день, даже если цены упадут там до 30-40 долларов за баррель, вполне понятно, что как минимум 3-4 года Кремль может существовать на резервах и на достаточно легко привлекаемых на внутреннем рынке заимствованиях. Поэтому, собственно, мне казалось, что в случае, если цены будут падать, то это будет проблемой не столько режима, сколько населения, потому что мы видим, что, в принципе, на сегодняшний день серьёзный протест, недовольство в стране велико, но это недовольство, оно в серьёзный протест не переходит массово, и, я думаю, ближайшее время не перейдёт. Поэтому, мне кажется, что первый вопрос – это то, что могут ли цены на нефть привести к краху режима. Я так никогда не считал, они не могут. Что касается их повышения, да, это локальный рост. Я думаю, что он продлится не несколько месяцев. Это достаточно устойчивый процесс, который может дотянуться на 2-3 года. На той поры пока не станет понятно, насколько успешно происходит вот эта заявленная программа декарбонизации. То есть, если действительно Европа и Соединённые Штаты смогут выйти на устойчивый тренд снижения общего потребления энергоносителей, получаемых из традиционных источников, то тогда, наверное, после 2024-2025 годов рынки уже привыкнут к этому тренду, и начнётся какая-то серьёзная коррекция в ценах на нефть и газ. Пока этого не происходит, этого не будет. Я думаю, что отчасти нынешний скачок цен, по крайней мере, газовых цен, он отчасти случайен, потому что причиной ему были довольно нерациональные действия самих европейских правительств, плюс позиции «Газпрома» в связи с серийным потоком 2. Здесь одно наложилось на другое, и эта свечка, она одномоментная. Я думаю, что мы увидим цену на газ, падающую где-то до 600 долларов за тысячу километров в весне, и на этом уровне остающимися. Но они уже не будут в ближайшее время, там ни 150, ни 200. Нефть, я думаю, закрепится на уровне хруста, и вот так мы будем в этой парадигме жить ещё пару лет. А дальше всё будет зависеть от того, насколько успешным будет идти программа декарбонизации. То есть тут надо смотреть на долгую и не думать о каких-то военных решениях, а понимать, что, в принципе, мне было очень интересно послушать ваше интервью на «Эхо Москвы», когда вы говорили о том, что декарбонизация, и как нужно двигаться вперёд от этого, потому что иначе нужно куда-то кому-то газ сдавать, потому что это добро всё равно, видимо, выходит из земли, и, видимо, заработок нужен на самом деле. Так что непонятное тут развитие в долгую. Ну, будем надеяться, что Запад как бы вообще могут сориентироваться и начать двигаться к обновляемым источникам и закрепиться там, потому что иначе это всё зависит от цен. Если цены падают, то развивать обновляемую энергетику невыгодно. Абсолютно. Абсолютно, я согласен, потому что как раз мы видели, что очень бурное развитие этих процессов отношло и в конце нулевых годов, когда цены на них были рекордными. И я думаю, что сейчас это такой, знаете, один из последних всплесков на рынке, когда цены будут идти вверх, соответственно, они будут ещё более делать рентабельными всякие поиски новых источников и разработку солнечной энергии, травой и так далее. И, опять-таки, очень рентабельными будут все программы, связанные с энергосбережением, энергоэффективностью. Поэтому я думаю, что да, это на время как бы России даёт дополнительный источник дохода, но всё равно это не решает проблему постоянно. А проблему случается в том, что для того, чтобы быть конкурентоспособным и успешным после 2030 года, учитывая, опять-таки, углеродные налоги, всякого дискриминационного мира и так далее, нужно уметь поставлять на мировой рынок некий высокостоимостной конечный продукт, как делает, например, тот же самый Китай. В России этого нет сейчас совершенно, и поэтому переход будет очень сложным. Но это начнётся не завтра. Поэтому о том, что происходит не завтра, в Кремле никто не успокоится. Такой момент почти терминологический. Мне, в общем-то, я думаю, многим, наверное, понятно, что когда называется какая-то государственная корпорация, то это, в общем-то, имеется в виду Кремль, который не Россия, потому что Россия – это одно, Кремль – другое. Но эти все госкорпорации, я не могу запомнить, как они называются, я не знаю, насколько это важно. Мне кажется, это в каком-то смысле прикрывает их смысл, потому что если мы говорим о нефтяной компании или газовой компании и их целях, это же неправда, потому что политика номер один, соответственно, нужно говорить о политической составляющей вначале, а потом добавлять к этому экономическую. Ну, слушайте, я бы так не сказал, потому что госкомпании и госкомпании рознь. Есть более-менее производительные госкомпании, типа того же самого «Газпром» и «Роснефти». Есть глубоко коррупционно-затратные корпорации, типа «Росавтодора». Есть промежуточные между ними, типа «Ростехнологии» и так далее. И «Роскосмос», который там просто черная дыра. То есть госкомпании очень много. Что касается политики и экономики, то в данном случае, мне кажется, что здесь тоже нужно иметь более взвешенный подход, потому что, конечно, можно говорить о том, допустим, что «Газпром» только и думает, допустим, о том, чтобы повернуть там Молдову от Европы к России. И поэтому саботируют поставки газа туда по старому договору. Но, с другой стороны, все-таки мне кажется на сегодняшний день, что и рост нефти, и «Газпром» и в целом нефтяная отрасль рассматриваются правительством больше, имея как курицы, несущие золотые яйца, чем как средства политического давления. Да, я знаю прекрасно про позицию наших коллег из Украины, которые говорят, что исключительно из-за того, что Путин ненавидит Украину как государство, строится и северный потолок, и делается все остальное. Но я бы здесь несколько был более сбалансирован. Мне кажется, что Кремль думает не только о политике, он думает о резервах, он думает о деньгах, он понимает, что экономическая ситуация в стране не очень хороша. В этом году мы увидели рекордный объем раздачи денег населения. Он, конечно, очень скромен по сравнению с Западом, но он все-таки довольно большой по российским меркам. И совершенно очевидно, что у людей нет никаких шансов повысить уровень жизни серьезно не за счет новых государственных подачек. Поэтому для Путина и для Кремля очень важно иметь значительные резервы. Мы видим, что даже в условиях пандемического периода фонд национального благосостояния резервы ЦБ растут. То есть это идея фикс, копить на черный день. Поэтому я думаю, что высокие цены на газ, они используются не только для шантажа, но и для набивания вот этой кубышки, которая для власти очень важна. Есть ожидаемый размер этой кубышки, когда они насытятся? Нет, я думаю, потому что, смотрите, есть только... Здесь идет речь от противного. На сегодняшний день есть понимание того, сколько они готовы отдать людям. Мы видим, допустим, постоянные попытки отказаться от индексации в пенсии работающим пенсионерам. В целом, так сказать, индексировать пенсии и зарплаты бюджетникам ниже уровня инфляции. Только что Дума отклонила законопроект о отмене подоходного налога с ветеранов войны. Это вообще кощунственно, но это было отклонено. То есть в данном случае Кремль говорит о том, что вот мы держим население на довольно голодном пайке и будем держать. Но иногда перед выборами по какому-то другому поводу мы что-то подросим. А все остальное, что приходит, это исключительно наше. Поэтому все будем складывать в кубышку. Поэтому я не думаю, что у них есть какой-то ориентир на то, что где-то надо остановиться. Это для них сегодня очень важный момент, потому что, еще раз повторю, эта кубышка не так уж велика. То есть если мы посмотрим на Российский фонд национального благосостояния, то это приблизительно сумма равна чуть больше тысячи долларов на человека. В целом в этом фонде находится. После того, чтобы сравнить, насколько это много, можно сказать, что в норвежском фонде на гражданин Норвегии приходится 200 тысяч. Вот разница. Поэтому не надо думать, что они быстро успокоятся. Но это такие экстремальные, правда, примеры, потому что Норвегия вроде бы на самом верху, как они распоряжаются собственными запасами. Прекрасно распоряжаются, это правда. Да. То есть на месте Украины вы бы сейчас, вот как экономист, вкладывали деньги в оборонную промышленность или в декарбонизацию? Не в то, не в то, на самом деле. Я не понимаю ни задачи ни одного, ни второго. Мне кажется, смотрите, Украина, во-первых, оборонная промышленность. Я думаю, все-таки, что я могу ошибаться, не дай бог, но у меня глубоко существует мнение о том, что никакой войны в Украине со стороны Кремля не будет. Просто потому, что уже сейчас понятно, насколько неприятны санкции для России, насколько неприятны и недопустимы дальнейшие их усиления. В России перед Кремлем стоит, например, Белоруссия, которая, я думаю, сейчас снова будет давить и дальше. Поэтому очередное обострение отношений с Западом, по большому счету, не нужно. Недавно была очень интересная статья господина Тренина, руководителя Московского Сен-Де Карнеги, и человека, в общем-то, не чуждого российским спецружбам по своей истории. Очень любопытная статья, которая впервые поставила совершенно правильный мой взятый вопрос о том, вообще, нужна ли Россия и Украина. Это статья очень глубокая, абсолютно разумная, я с ней согласен. По большому счету, ценность этой территории и этого государства, она для России, ну, я бы сказал, ниже нуля. Но потери от попытки экспартия в это направление могут очень влиять. Поэтому я бы сказал, что Россия не наполёт на Украину. У нас по этому поводу были многократные заводочные споры и с господином Марионовым, и с многими другими российскими либералами, которые кричали, что это будет в сентябре, а потом, что наверняка, в октябре. Сейчас я не знаю, какие сроки ставят. Но это, в общем, выглядит, на мой взгляд, довольно смешной, эта важность. Украина должна быть обороноспособной. У неё есть вооружение, они совершенствуются. Я думаю, что правильнее покупать те же самые турецкие беспилотники, чем инвестировать в какое-то собственное производство. Опять-таки, учитывая масштабы украинского воровства. Поэтому я думаю, что это вопрос вторичный. Второй вопрос по поводу декарбонизации. На самом деле в Украине было предпринято очень много усилий в этом направлении, и цена на энергию возглавляемых источников была долгое время самая высокая в Европе. На этом деле обогатились ряд аэрографических структур, в том числе группы Ахметова. И до сих пор эти цены завышены очень серьёзным образом. При этом в Украине существует огромная ядерная генерация. И я не вижу проблем с энергетикой в Украине такого масштаба, чтобы декарбонизация была самым главным вопросом. На мой взгляд, сегодня в Украине есть несколько тем основных экономических. Это, в первую очередь, безумное налогообложение. Страна такого уровня развития не может иметь бюджет 42% в Европе. Это полное преступление, это убийство любого экономического роста. Это вопрос олигархов, собственно, их контроль над экономикой монополизации. Опять-таки вопрос стимулирования западных инвестиций и вообще встраивания в цепочку разделения труда с развитыми странами. Потому что мы прекрасно понимаем, допустим, что и Польша, и Венгрия, и Чехия, и Словакия, они развиваются именно потому, что в них заходят европейские корпорации и производят там некие продукции. В 2009 году Словакия выпускала автомобилей больше, чем Российской Федерации. И это показывает лишь то, что легковых автомобилей. И это показывает лишь то, что, естественно, там не было автозаводов никаких, кроме собственных, кроме европейских компаний. Поэтому для Украины важны реальные инвестиции Запада, возвращение мигрантов, которые получили свою дополнительную квалификацию и привыкли к работе в рамках западной экономики. Диалегархизация, снижение налогообложений и повышение конкуренции. Декарбонизация, слушайте, ну, паси вас Бог, это метод, скорее, ухудшения экономической ситуации, если на это делать акцент, чем ее улучшение. Вот я думаю так. Это сильное заявление, мне кажется, учитывая... Нет, в этом нет ничего сильного, потому что, смотрите, мы вспомним, на чем поднимался Китай, он поднимался на решение рабочей силы. Украина сегодня энергоизбыточная страна, она, собственно, может подниматься на низкие цены энергоносителей. Попытка закупать в три дорога у олигархов зеленую электроэнергию, продавать ее населению, это как раз попытка вынуть деньги из командов людей, которые могут инвестировать и отдать. То есть вы имеете в виду, что если произойдет декарбонизация, то это просто энергоносители, вместо того, чтобы собирать ренту за то, что она приходит, эта энергия из России, теперь олигархи будут контролировать это в Украине, она не приходит из России, Украина не импортирует газ из России. Украина работает в основном либо на угольной генерации, значительно менее, либо на ядерной, которая там стоит больше 50% общей генерации. То есть энергия для Украины, извиняюсь, это просто заработок для Украины. Что именно? Пайплайн, труба, которую... Пайплайн, это исключительно транзитный платеж, Украина не запитывается газом из этого потока. Хорошо, тогда, тем не менее, окей, значит, но все равно олигархи захватят и зеленую энергетику, и любую энергетику, любой доход, который может существовать, который будет существовать, будет вначале собираться олигархами, какая феодальная система, а потом... Вот поэтому надо бороться с системой, а не как... Ну, смотрите, не совсем так. Если говорить чисто об энергетике, то еще раз повторю, ядерная энергетика в правительстве госкоорпорации, которая, собственно, принадлежит 100% государства. И в этом отношении от нее олигархи ничего не отщипывают. Вопрос заключается в том, по какой цене она достается, там, крупнометологическим заводам, например. Но факт достается тем, что зеленая энергетика в Украине, она развивается уже больше 10 лет, развивается очень успешно, но она именно приносит основной доход за счет госдотации олигархическим компаниям. Поэтому декарбонизация по-украински, это в том числе перекладывание денег из бюджета или от энергопотребляющих отраслей в карман и мегах. И тогда вернемся к России на последнюю тему, потому что это вот такая, получилась такая декарбонизационная программа. Но изменение климата очень волнует, например, Соединенные Штаты. И даже есть специальный человек, Джон Керри, который должен заниматься вот именно проблемой климата. И вот почему-то именно там нашли место, где мы, так сказать, территорию, свободную лужайку, где мы можем общаться и найти что-то общее с Россией, потому что они согласны тоже по этому поводу что-то делать, нам говорят здесь. Но если посмотреть на, как мне кажется, факты, глобальное потепление на самом деле экономически помогает России, а поскольку мы не говорим о России как о демократической стране, которая заинтересована в том, чтобы поддерживать там уровень жизни избирателей, а просто смотрит на, как это можно, так сказать, сверху эта захватившая госкорпорация может как бы взять с этого ренту, то потепление тут, видимо, играет только в руки, потому что Кремля, потому что появляются новые пути продвижения, и до этого территория, которая была замороженная, оказывается использованной. Я ошибаюсь? Ну, смотрите, да, наверное, потому что здесь ситуация, она далеко не так однозначна. Смотрите, есть плюсы и минусы. Например, когда, то есть я бы сказал так, картина отношения к этому вопросу, она меняется довольно быстро. То есть весной и летом, когда, собственно, стало понятно, что эта перспектива неминуема, когда Европейский Союз объявил о бульонном налоге, в России произошел такой выброс всякого рода пропагандистских и окропропагандистских статей с авторством вполне уважаемых людей, в том числе относительно того, что вот идет перемена, это колоссальный транзит, колоссальные изменения, и нам нужно быть готовыми, иначе мы вообще выпадем в осадок. Сейчас эта волна Сашала нет практически. Цели декарбонизации растворились в больших проектах Минэкономики. Ничего конкретного не сказано. То есть если раньше говорилось о том, что нужно что-то сделать в 30-40-м году, то сейчас сказали, что Россия достигнет декарбонизации к 2060-му году. То есть в общем цели поставлены на время, когда никто не будет жив и никому это не будет интересно из нынешних действующих политиков. Поэтому я бы это списал с повестки дня. Это рост цен, он фактически эту повестку в России обнулил, на время, по крайней мере. Что касается потепления, здесь более сложная история. Смотрите, отчасти да, какие-то территории станут более пригодными для жизни. Например, там Западная Сибирь, и Юг ее может превратиться в более успешные сельскохозяйственные районы. Но я думаю, что это не тот выигрыш, который может быть серьезным порядочным. Во-первых, глобальное потепление, оно вызывает снижение спроса энергоносителей в то же время в Европе. Холодные зимы – это просто бананза для «Газпрома». А если зимы теплые, то потребление газа сокращается почти на 40%. Это раз. Во-вторых, порядка 40% российской территории, даже больше, закрыты вечной мерзотой. Это касается в том числе и многих выисков «Газпрома», «Роснефть» и других добывающих компаний на Крайнем Севере. Соответственно, если эта вероятность начнет оттаивать, то поползут фундаменты всех нефтепроводов. Это потеи, с которыми сейчас очень мало что может сравниться. Такого рода провалы земли мы видели в Якутии. Их становится все больше. Один небольшой резервуар, который развалился в Норильске с нефтепродуктами, привел к экологической катастрофе. Если это начнет происходить каждую неделю, то я не думаю, что это будет иметь хоть какую-то выгоду для страны. Опять-таки, с другой стороны, есть плюс в связи с тем, что, допустим, мы знаем, как сейчас выросли тарифы на перевозке в связи с пандемией. Опять-таки, в этой ситуации, там, в Северный Московский путь, если произойдет сокращение ледового покрова в Арктике, он, конечно, может быть более актуальным. Но еще раз повторю, понимаете, надо считать баланс. Совершенно не очевидно, что, допустим, рост объема экспорта зерновых из Западной Сибири перекроет потеи от разрушения инфраструктуры на Северах. Поэтому, еще раз повторю, это вопрос, который нуждается в очень сложных расчетах. Я не думаю, что баланс будет уголоположительным. Из того, что я услышал, я не вижу знаков, признаков, показателей, которые бы говорили о том, что путинский режим и вот эта система может, должна по каким-то экономическим причинам измениться за следующие 5 или 10 лет. Ну, 5, как минимум, точно, да. Дальше посмотрим. Окей. Борислав Иноземцев, большое вам спасибо, как всегда. Я многое узнал. Спасибо вам. Узнал, спасибо. Друзья, вы смотрите «Рашкин репорт». У микрофона был Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова